Сегодня в нашей студии в буквальном смысле этого слова будет порхать Ксения Пархадская. А писать, чем занимается Ксения в двух словах, пожалуй, не получится. Она играет в театре, танцует, поет. Она хореограф, вечно живущая на чемоданах девушка и ведущая мастер-классов. Собственно, и в Новосибирск Ксения Пархадская приехала, чтобы выступить с мастер-классами. Итак, у нас в гостях сегодня Ксения Пархадская. Я даже не знаю, как вас все-таки обозначить. Вы у нас и актриса, и хореограф, и педагог, и певица. Вы в Новосибирск приехали все-таки как кто? Как педагог, хореограф? Я в Новосибирск приехала как танцовщица и как педагог. Меня пригласила Татьяна от школы Swintime провести мастер-классы для жителей вашего города. А вы часто ездите по мастер-классам? Я езжу каждый выходной. Значит ли это, что танцы и вообще обучение танцам нынче в моде, причем не только в Новосибирске, а вообще в городах России и за рубежом? Абсолютно в моде. И я вам могу сказать, что такие фестивали или мастер-классы, или глобальные джазовые и свинговые фестивали проходят каждые выходные в разных точках мира. Поэтому я, например, живу в чемодане, и на меня ставят штампы каждый раз, в какую страну я перелетаю. Просто если ты не знаешь о том, что этот океан существует, то тебе кажется, что его и не существует. А на самом деле, как ты познакомишься с одним человеком, мама миа, открывается целый космос. Ну вот к вам на мастер-классы приходят люди какие, которые только учатся танцевать, или это профессионалы, которые у вас, как у опытного человека, хотят чему-то научиться и тоже потом пойти на проект какой-нибудь танцевальный и выиграть? Да, все зависит от фестиваля. Есть фестивали для любителей, куда приходят люди от 15 до 70. Есть фестивали джазовые, куда приходят люди танцующие уже с техникой, где мне нужно совсем по-другому что-то преподавать, совсем по-другому рассказывать. Есть фестивали, где мне приходят профессиональные танцоры совсем разных стилей. Хип-хоп или хаос. Вот я, например, тренировала в Питере, сейчас топ-9 crew, наши мировые чемпионы по брейк-дансу. Это люди-профессионалы в своем деле. Но им захотелось узнать правнука их танца. А Частин – это правнук всех современных танцев – хаос, хип-хоп, брейк и прочее. И вот мы с ними целую неделю тренировались. Это было восхитительно. Они сейчас в свои номера вставляют какие-то маленькие штучки, потому что это круто, потому что это стиль. Ксения, ну вы профессионал, вы педагог, вы свои знания передаете другим людям. Зачем вы пошли на проект танцевальный, который называется «Танцуют все» и участвовали там просто как человек, который хочет, чтобы его показали по сервизу. Может быть, я не права, может быть, не это было важное. Что было важным для вас? Ну, возможно, я сейчас кому-то испорчу тайну и секреты. Я скажу, что меня пригласили. Меня приглашали несколько раз, и я не могла несколько раз приехать из-за своих путешествий. Но мне было, честно говоря, интересно, потому что я танцор разнонаправленный. Я не только танцую в Чарльзстен. Это одна из маленьких моих сфер, которая востребована. Я сама профессиональный барный танцор, 10 лет, затем джаз-модерн. И сейчас я развиваюсь до сих пор, занимаюсь хаосом и прочими направлениями. И поэтому такое соревнование, как «So you think you can dance», которое было изобретено в Америке, я сама его смотрела каждую серию с восхищением и понимала, я хочу, потому что я знаю, я умею танцевать парные танцы, я умею танцевать сольные танцы. И я хочу, чтобы со мной работали профессиональные хореографы. Да куда же профессиональные-то? Как куда? Всегда есть куда профессиональные. Конечно, всегда есть куда профессиональные. То есть вы, когда шли на этот проект, вы точно знали, что вам скажут «да». Так и так неинтересно. Я не знаю чего, я ничего не ждала, честно говоря, что скажут мне «да», не скажут мне «да». Меня пригласили, меня стало любопытно. И я сказала, почему вы не попробуете? Ксения, мне любопытно, что будет дальше у нас с вами в интервью. Но сейчас нужно ненадолго прерваться, буквально на несколько минут, сразу после возвращаемся в нашу студию к Ксении Пархатской. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Теперь вы увидели, как танцует наша гостья Ксения Пархатская. Настало время узнать, почему ей так близок свинг и зачем ее иногда просят закрывать колени. О том, чему еще хочет научиться наша сегодняшняя героиня, что помогает ей всегда быть в тонусе, узнаем прямо сейчас. Только что вы увидели, как танцует Ксения Пархатская. Я вот в шоке, если честно. Как вам это удается? И давайте-ка нашим зрителям расскажем, что это за танец, откуда он и почему именно такой выбор пал. Этот танец под названием Чарльстон. Это очень узкое название. Этот танец живет под зонтиком, под названием, которое называется свинг. Свинк. То есть свинг в себя включает многие-многие направления. Это Линди Хопп, это Бальбо, это Чарльз, это Рэк Тайм, Блэк Боттем. Очень-очень много всего. Огромный выбор. И сейчас все эти направления можно поехать куда-нибудь и научиться. Люди этим занимаются. Они копают исторические книжки, видео, изучают, добавляют что-то свое, новое, современное, 21 века и танцуют под джазовую музыку. А почему вы выбрали именно это направление? Почему вам ближе свинка? Это как-то связано с вашими внешними данными? Вам близки те времена, хотя это было 100 лет назад, когда танец, который мы сейчас смотрели, в 20-х годах, правильно? Почему именно вы? Стилистика 20-х. На самом деле это интересная история. Я была в музыкальном театре Ювента в Петербурге и под очень странными обстоятельствами открыла для себя радиоэрмитаж и джазовую музыку. На то время радиоэрмитаж никогда не объявлял никакие названия, никто играет, просто вот джаз сплошняком. Я слушала бесконечно, мне всегда так нравилось, а танцевала я на тот момент джаз-модерн. А джаз-модерн, в общем-то, никакого отношения к джазовой музыке не имеет. И вот в один прекрасный день моя подруга приходит и говорит, Ксюша, слушай, я тут узнала, есть такие танцы, джаз, настоящий джаз под джазовую музыку. И начала мне что-то показывать, степ-степ, трипл-степ, и как-то показывает странно, коряво. Я говорю, так это джайв, что ли, как джайв в бальных танцах, белая манера. Она так, нет, это никакой не джайв, приходи. Я пришла в школу в Петербурге, Касса Латина, и для моей вообще бальной пастуры, вот такой вот, для моих ног, вдруг надо было все сломать, уйти вниз. Слабые колени, вот эти вот прыжки, все это, я что-то не могла вообще, мне было все некомфортно. Ну что это, за ужас какой-то, это уже совсем не элегантно. И потом вот как-то бум-бум-бум-бум, я нашла свою форму. И так началось, и все, я поняла, что это мой океан, здесь я буду теперь плавать. В одном из интервью вы сказали, что наши люди, вообще русские, да, не очень понимают джазовые танцы, потому что все это там с коленями как-то связано было, вы сказали. Ну да, потому что очень много Африки в джазовых танцах, в свинговых танцах, поэтому нужно открывать колени, нужно двигать там плечиками, грудинкой, все это должно ходить во все стороны, смелее нужно. А у нас все-таки славянская культура, вот куда мы отдаем детей там в три года, балет, все подтянуть, колени вместе, попу вперед, балет, танцы, все, вся та же самая история. А все это, наоборот, разболтать, а Африка, это все разболтанное, это все открытое, да, это к солнцу, к земле. Хотя часто, например, непосредственно 20-х годов стилистик, он не такой, он ближе нашей белой манере, это ножки, ручки, это все такое филигранное. Часто 30-х годов к свинговой музыке, это уже пошел расход. А Линди Хоп, это когда в паре танцуют, швыряют парняши во все стороны, его называют еще рок-н-ролл для престарелых, да, потому что все внизу, ножки согнуты, идет сплошной баунс, и там нужно открыть все везде. Я помню, мне один раз прислали письмо Ксении, прекратите открывать коленки, это невыносимо, закройте ваши коленки. Вы прислушались к этому? Конечно, нет. Ну, как я могу к этому прислушаться? Закрыть коленки, что это вообще за бред? Ксения, расскажите, пожалуйста, нам историю о том, как вы запели. Это было плюсом, или, может быть, вы сначала пели, а потом уже появились в вашей жизни танцы? Нет, запела я после танца, запела я в музыкальном театре, в котором я играла, в театре Ювента под руководством Виктора Николаева. И я получила роли в спектакле «Калариса Маклэлланд» по «Рэй Брэдбери», «451 градус» по «Фрингейту». И там была ночь, текст, слова, песни, или что-то со мной занимались индивидуально, мне было очень сложно не взять там такую ноту, взять сякую ноту. Но это во мне что-то открыло, это дало мне первый опыт пения на сцене, ну такого, эстрадно-театрального пения, да? Где, грубо говоря, когда я не могла взять ноту, режиссер кричал мне в середине зала «Не надо мне выпивать! Играй, играй!» Ну вот, ну и потом я вела занятия, и что-то я всегда, когда веду занятия, пропеваю какие-то штучки, или пропеваю какую-то композицию, или пою вообще вместе с магнитофоном. И мне один раз мой молодой человек больше сказал к семьям, а ты не хочешь вот попробовать? У нас вот нет певицы сегодня в нашем трио, не хочешь вот? Я выпучила глаза, сказала, о господи, у меня была неделя прыгнуть в этот океан, выучить все слова, дрожащими руками взять микрофон, ну, у меня все получилось. И вот если сравнивать все-таки петь или плясать, так грубо говоря, что больше нравится? Это никаким образом не разные вещи, абсолютно взаимозаменяемые, потому что танцевать – это петь. Танцевать джаз – это нужно очень хорошо понимать музыку. Чтобы танцевать, ее нужно пропевать. Вот ты танцуешь не просто трипл степ, а ты тоже. Как поешь, ты так и танцуешь, потому что все ритмика, это синкопы. А когда ты поешь, то важно тоже как-то внутри или голосом танцевать. Опять же, потому что это ритмика, синкопы, импровизация. Ты не можешь в джазе петь вот… Ты должен все это разложить, где-то затянуть, где-то побыстрее спеть, где-то синкопировать, где-то вообще не спеть, забыть слова и сделать скат. Вот я сейчас смотрю на вас, вы очень энергичная девушка, вот прям потрясающая. Зная о том, сколько вы летаете, это постоянные перелеты, вы человек мира, судя по всему, бываете везде. Расскажите, как вы себя поддерживаете в тонусе? Все-таки танец вам дает этот самый тонус и эту энергию? Или, может быть, есть у вас набор каких-то упражнений? Может быть, вы по утрам качаете пресс, поэтому вы так хорошо выглядите, поэтому вы такая энергичная? Но у меня есть пара упражнений, да, для верхней части тела. Еще я стою кверх ногами, вот Таня свидетель, йога, мне помогает йога, свежевышные соки с имбирем, это сразу открывает взгляд. В принципе, да, витамины обязательно важно пить и сон, конечно. Сон, это никаких компромиссов со сном быть не может. Хорошо, а есть ли какие-то грани, которые вы еще не постигли в танцах? Вот чему-то вы еще не научились, что-то у вас пока еще не получается, но вы очень хотите добиться результатов? Безусловно, вы знаете, мне кажется, этого момента, когда я скажу, все, я танцор, этого момента вообще в моей жизни, наверное, никогда не наступит. Потому что танец, он необъятен, он настолько огромен, как космос. Но я занимаюсь разными направлениями, например, тот же самый хип-хоп, хаос, правнуки моего Чарльстона, это суперкруто. Конечно, как я могу этим не заниматься? Это музыка, она качает. Это современная культура афроамериканцев. Люди, которые, как сказал мой друг, которые переживают за афроамериканскую культуру, они не сидят в музейных танцах свинговых, они еще вылезают, едут в Амстердам, где сейчас, собственно, очаг современной культуры хаоса. Приходят туда на джем и смотрят, как люди... Ксения, мне не хочется вас отпускать из нашей студии, но придется, потому что время интервью заканчивается. Спасибо большое, что пришли к нам в гости. Перед вами была хореограф, педагог, певица, актриса и просто очень энергичная девушка Ксения Пархатская. Спасибо, что пришли. Спасибо большое.